всем здравствуйте и добро пожаловать на канал сегодня я покажу вам несколько своих работ которые я сделала за последние несколько дней также что мне подарили вернее можно сказать мы поменялись со своей родственницей я ей подарила снеговичка она мне подарила вот такую красавицу елочку топотушку посмотрите как вот она как выглядит к сожалению не могу ее показать во весь рост так как у меня не дает то что вокруг показать елочку надлежащим образом я бы конечно с огромным удовольствием это сделала я надеюсь все таки я сниму чуть позже видео ну а сейчас мне просто не терпится с вами поделиться вот такой елочкой топотушкой и нам будет у нас присутствовать видео ну к сожалению только давайте вот так вот хоть бочком будет ножки и и также на девушин слоник красавица у меня на столе вместе со сной с моим мышонкам а также у меня на столе стоит ангелочек которого я делала года два наверное или три назад вот здесь на голове уже спадывает подрастянулась видимо все равно передвигаю его с места на место и спадывает нужно немного прикрепить сделан он из натуральных всех тканей и кружево тоже натуральное единственное что вот волосы сделаны из акрила и он у меня также красуется вместе с вот сейчас у меня такая троица хотя конечно не троица у меня еще и есть и и гуня мой оберег ну так же вот это моя такая новогодняя композиция на столе еще мне очень хотелось бы с вами поделиться к сожалению опять же вот такой у меня пес это нам отдавали насти игрушки и мне он но очень понравился я не смогла с ним расстаться и оставила такого вот барбосика посмотрите какой оригинальный а тут я посмотрела говорю он как раз сейчас для года собаки вот можно даже связать игрушку и оформить вот таким образом видите такие вот штанишки связать или даже можно их сшить и одеть на игрушку вот такой песик мне он очень нравится и смотрите у него пасть главное открывается там правда почему-то поролон на толка у меня есть желание его вытащить было вернее всего но когда его вытаскиваешь он полностью почему-то не полностью вот здесь вот верхняя часть конечно не набита а вот это вот попец у него и вот это вот все тут набита вот этим поролончиком тут язык на сторону глядит очень интересная игрушечка и можно взять за внимание во внимание и по подобию вот такой игрушки что-либо связать я даже заходила в магазин и смотрела какие игрушки есть там чтобы вдохновиться на что-то необычное но к сожалению ничего не нашла еще мы нашли тоже настя вернее перебирала игрушки свои и нашли вот такого песика смотрите какой он классный если надюша смотришь это как раз похож на твоего песика и вот слушайте он что-то говорит это у нас такая игрушка секондом пришли ну настя очень понравилось мы взяли лизет 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 вроде бы но настя свое ей кажется мне слышится свое поэтому вот это вот песя тоже в нашей компании в новогодней сюда вот посадим такими грустными глазками глядит ну очень мне нравится такой замечательный песик также после того как я связала себе вот такую шапку оформила это шапку бине и оформила я ее вот таким образом пропустила вот такую тесьму хожу в ней мне нравится ну правда когда тепло то хожу единственное что вот она вот здесь как-то под растянулась и она заскальзывает у меня с головы следом мы у меня дочь так как у меня оставался моток пряжи из которой я вязала снуд мастер-класс по нему дам ссылочку или внизу или в конце видео оставался моток и я из него связала шапку бине вот такую же можно сказать идентичную даже по размерам совпадает единственное что вот эта шапка вот эта пряжа посмотрите вот она прямо фиксируется как вот не знаю ее растягиваем и она обратно прямо как вот серьезно такая резинка хорошая она у меня к сожалению еще внутри не обработана не спрятаны узелочки торчат так как я еще ее не доделала ну а вот вообще то она очень хорошо лежит по голове мне нравится и на себе я ее и так и так одеваю и сзади здесь вот как бы вот вот так вот не могу показать на себе надеюсь я в скором в каком-нибудь будущем уже сделаю все вокруг ремонт чтобы показывать вам мастер-классы видео в надлежащем состоянии они но пока вот так вот где-то вот в конце ну вернее сзади если складывать то она очень интересно как были загибатели складывать интересно смотрится тоже таким образом и так как я украсила свою шапочку сзади вот этот вот не очень ну никак у меня к сожалению не получается красивый шов здесь получается вот как-то он как просвечивает что ли как будто там не знаю я смотрела смотрела но никак не могу сориентироваться как связать его очень красивым мне не получается у меня все равно видно но неважно так как мы все-таки украшение делаем на это на эту часть в кадре вот и смотрите я взяла несколько лент лент тесемочек и вот прикладывая тесемочку на шапочку мы можем сориентироваться какую мы хотим либо мало ли вот снуд может быть в другом цвете в каком-то чтобы можно было как бы скомпоновать верхнюю часть вот этого узора и на снуде на шарфики либо на одежде какое-то украшение возможно также вот такую прикладывала у нас у соседей праздник вот как слышно времени уже много за окном темно не знаю даже часов 10 11 наверное ну предновогодние праздники люди устраивают пока все еще впереди вот такой можно сделать так же ну вот их три разновидности и посмотрите можно выбрать любую и подобрать какая больше будет сочетаться с вашим допустим изделием то что вы желаете видеть у меня еще идея ну вернее не у меня ну ну так как у меня вот сколько было этих тесемочек я прикладывала и советовалась дочей что же ей лучше как 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 украсить или спрятать вот этот шов и мы сошлись но вернее вот ей захотелось чтобы вот был вот такой серый вот сейчас только смотрю вроде они с двух сторон но и они похожи только вот не знаю какой стороной буду пришивать но в общем вот эту ленточку вот эту тесьму ей нужно пришить будет прикрепить к шапочке и еще идея у меня сейчас я немного приближу вот смотрите мне хотелось сделать так но Валерия говорит что это будет сливаться и не захотелось ей вот я думала будет очень хорошо смотреться если будет здесь подобное кружево вот так в две стороны именно в две стороны а по центру можно вообще украсить либо камушками натуральными либо бусинками под жемчуг какими-то вот или у меня есть где-то серые тоже было бы очень красиво но вот ей захотелось черную поэтому будет у нее черная черно-серая и в заключении я покажу вам но не скажу что будет это мастер-класс но хочется с вами поделиться тем что у меня все-таки задумка осуществилась я долго думала у меня спрашивали показать мастер-класс по игрушкам вот в прошлом году я снимала петушка в этом году но никак не могла сориентироваться либо ткани не могу ой ткани либо не могла материал подобрать который мне для работы потребуется и получилось так что вот в самое предновогоднее уже время я вам покажу работу свою петуху куда-то дело хотела показать вам нашла вот нашла и сов показываю ходила на ярмарку и брала с тобой свои работы вот посмотрите вот какие собачки у меня вырезались это мастер-класс я дам ссылочку потому как я вырезала и смотрите мы выбираем трафаретик это я сейчас перехожу плавно уже на свою задумку выбираем трафарет собачки в интернете понравившийся нам в моем случае это будет вот такая собачка собачка такая мы ее обводим только по контуру к сожалению я не знаю вот сейчас все прибираю и убираю и бросила вернее ну прибрала куда-то заготовочки у меня были из картона заготовки сделаны вот таких собачек то есть я просто обвожу из обычного картона вот эту собачку просто по контуру и да я убираю вот эту ногу и смотрите что у меня получается я в общем клеем намазываю картон клеем вот ну это не не пва здесь налит для потолочной плитки вот прозрачный клей я его наношу на на заготовку собачки вот кстати да давайте я вам вот так покажу вот допустим наношу на заготовку собачки вот на плотную на картон клей а потом начинаю ее обматывать для обматывания нам понадобится пряжа софти либо есть пряжа травка либо вот я не знаю вот вот эта елочка кстати изготовлена но я не могла найти вот это не софти но это какая-то тоже пряжа идет но она поплотнее немного потолще чем софти хотя очень похоже но по плотности она вот у меня знакомая делала елочку и сказала что вот это гораздо тоньше чем вот эта пряжа поэтому из этой может и получше будет также потяну немножко время нам понадобятся вот такие бусы но это у меня бусы вообще-то эти бусы это глаз или носик вот посмотрите вот они в таком состоянии находятся это просто если кому-то понадобится допустим синего цвета и красного цвета я вам идею даю вот эти бусики вот так вот вытаскиваем это пластиковые они не стеклянные и вот такое это будет у нас глазик глазики глазик один конечно пока что показала и что у меня получилось у меня получилась вот такая собачка вот этой пряжей мы нанесли на картон и начинаем обматывать пряжей нашу заготовку а поверх я просто здесь вот в этих местах получается когда мы наматываем собачку ой вернее собачку не собачку а пряжу наматываем на собачку мы вот здесь наматываем потом сюда переходим здесь наматываем я стараюсь наматывать здесь побольше побольше чтобы здесь получается образуется треугольничек на который мало пряжи попадает и там картонка просвечивает и вот в это место где было такое как бы вот открытая картонка я сделала вот такое пятнышко можно сделать не пятнышком другого цвета можно сделать и в тон можно побольше как-то намотать пряжи но единственное что клея наносите немного потому что вот если много наносим клея то пряжа в некоторых местах вот слышите вот она не очень как бы пропитывается задевает клей и потом уже готовая работа немного шероховатая становится также мы перешли на брюшко перешли на переднюю лапку с передней лапки мы перешли на шею и идем к мордочке мордочку здесь уже приклеили все и смотрите с этой стороны у меня она точно такая же такую игрушку мы можем сделать если ниточку мы можем повесить ее и на елку также мы можем прикрепив сюда вот какой-то не знаю я прицепочку мы можем также ее на елку или куда-либо еще украсить такую собачку также если мы потолще намотаем то у нас может получиться вот здесь вообще брюшко можно еще поплотнее набить а также можно туда синтепона подложить и тогда она будет немножко вот брюшко взбитое более уже как бы вот округлое не плоское здесь у меня она конечно плоская как я делала ушки точно так же как и вот это вот просто наматывала и так вот 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 Продолжение следует...